Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик. Сегодня у нас будет ролик-обзор, посылок и подарок от подписчиков. Погнали! Чтобы канал не проставил, решил снять такой ролик. В группе ВКонтакте и в нашей группе на Яндексе я постоянно делаю посты о каких-то мелких пополнениях коллекции, об играх, которые у меня появляются. Но к сегодняшнему дню у меня появилось много вещей, которые я еще ни разу не обозревал и не показывал. Соответственно, тут у меня сегодня пришло две посылки, которые я хочу распаковать. И есть две вещи, которые я купил летом, о которых на канале я еще не упоминал. И первая вещь, которую я хочу показать в этом ролике, она станет важной для этого же самого видео. Сейчас мы проходим на стримах Байонету первую. И люди, которые смотрят мои стримы, хорошо знают, что мы собираем сейчас донат именно новый объектив для камер. Для того, чтобы повысить качество картинки, чтобы вот сейчас я выглядел в более четком состоянии, чем вы меня сейчас видите. Для этого мы собирали денежку. К сожалению, денежку мы так до конца не собрали, но я не выдержал и купил новый объектив. Купил я его с помощью кредитной карты. Поэтому мы все равно продолжаем активно собирать деньги. Если вы хотите помочь, так сказать, развитию канала, ссылка на Donation Alerts есть в описании. Ну и, соответственно, мы потом, я буду гостить кредитку именно с ваших донатов. Но, вот я все-таки не выдержал, купил этот объектив. Соответственно, это у нас мейки 25 мм. На моей камере Canon стоит китовый объектив стандартный, причем зум-объектив. Мне, на самом деле, не очень сильно нравится его картинка. Я все давно облизывался на какой-нибудь фикс-объектив. И, вот, так сказать, гугля и смотря различные обзоры китайских объективов, мне вот понравился такой объективчик. Вот так вот он выглядит. И, как вы думаете, что я сейчас делаю? Я сейчас пойду, и этот объектив повешу на свою камеру. А вы посмотрите, насколько картинка стала лучше. Не переключайтесь. Вот сейчас вы можете увидеть, как снимают новый объектив. И, так сказать, оценить, насколько картинка с новым объективом стала лучше, чем картинка со старым объективом. Я не собираюсь рассказывать про технические характеристики. Вы можете увидеть все сами. Следующую вещь, которую я купил летом, вы ее тоже все прекрасно знаете, потому что мы собирали на эту вещь тоже на стримах в начале лета. Мы собрали нужную сумму 13 тысяч. И, соответственно, вы все прекрасно знаете, что это приставка PC Engine, о которой я так сильно давно мечтал. Купил я эту приставку еще в июле, в тот момент, когда мы собрали с вами всю нужную сумму донатами. К сожалению, не получилось у меня тогда снять ее распаковку, потому что я подумал, что снимать именно распаковку просто одной голой приставки, ну, такое себе на самом деле. Скучный бы получился ролик. Я хотел сделать полноценный обзор на PC Engine. А почему хотел? Я сейчас до сих пор хочу это сделать. Соответственно, чтобы рассказать вообще, что это такая за консоль. Многие, думаю, так из вас понимают, что это за консоль. Но у нее есть много-много интересных, удивительных фактов, почему эта консоль называется 3,5 поколения, почему эта консоль одна из рекордных консолей, и вообще, что это за компания такая, потому что все мы знаем, по сути, только Nintendo, Sega из 80-х. А, кстати, да, забыл сказать, что это консоль 87-го года. Вот. Игр, к сожалению, лицензионных у меня на эту консоль нет. А кто не знает, игры выходили для этой консоли на специальных U-картах, они вставлялись вот сюда. Но, благодаря подписчику Валере, Валера, если ты смотришь, тебе привет, у меня появилась вот такая вот флеш-карта, куда вставляется карта microSD, и, соответственно, можно заливать ромы игр, выходивших на эту приставку. То есть, вот по такому принципу вставляются карты в эту консоль, и на ней загружались игры в оригинале. Я не буду сейчас про нее ничего рассказывать, потому что я просто хотел показать, что вот, ваши донаты потрачены в дело, консоль эта у меня есть, но я постараюсь именно снять полноценный обзор на эту консоль со всякими интересными фактами, о которых, возможно, вы никогда и не слышали. Поэтому откладываем консоль в сторону. Список людей, кто задонатил мне и помог эту консоль купить, вот сейчас здесь вот будут идти все благодарности. Вот. Ну и, Валер, тебе отдельное спасибо за подарок в виде вот такой флеш-карты. Ну и почему я вообще, в принципе, решил замутить этот ролик? Я бы навряд ли бы его стал снимать, если бы не одно но. Мне сегодня пришло вот две посылки от подписчика. Вот прям сегодня я их забрал с почты. Посылка номер раз. И вот такая уже посылка побольше номер два. Это все обе посылки от Владимира, от моего подписчика из Курска. И мне прям даже интересно, кто же ты там такое мне прислал? Как вы помните, Владимир мне уже присылал PlayStation 3 в коллекцию, и Владимир меня постоянно задаривает какими-то подарками. Вот, кстати, летом мне уже Владимир тоже присылал вот такую вот игру на PlayStation 3 Uncharted. Тоже три. Вот в таком интересном издании, типа Artbook. Но здесь сразу же есть и игра на диске. Владимир вообще меня стал задаривать постоянно какими-то просто какой-то годнотой и вкуснятиной в последнее время. Вот, кстати, на Uncharted 3 я делал пост в группе ВКонтакте и на Дзене. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписываемся, особенно на Дзен, потому что если YouTube заблокируют, то, соответственно, где меня смотреть? Правильно, на Дзене. Там уже есть полный перезалив канала. А мы, недолго думая, начинаем вскрывать коробочки. Начнем с маленькой коробочки. Она суперлегенькая. Как мне сказал Владимир, что... Почему, кстати, две посылки пришли в одно время, но... Причем посылки якобы от одного человека. Но... Да как две разные посылки. Вот эта вот посылка... Владимир специально для меня выиграл ее на аукционе. Поэтому прибыла она не лично от него, а из другой области, там, где Владимир ее выиграл. Ну, соответственно, посылка это именно подарок от Владимира. Он для меня лично ее выиграл. Так, какие-то бумажки по английскому языку. А нам интересно то, что находится в пупырке. Соответственно, снимаем пупырку. Сразу видно, что не Владимир упаковывал, потому что вспоминаем мой ролик про PlayStation 3, как упаковывает Владимир. Это просто... Ох ты ж... Ох ты ж... Ничего себе! Силдовая игра на Switch. А игра-то вообще у нас Star Wars Republic Команда. Я знаю эту игру прекрасно, потому что я проходил в детстве, в 2000-х годах, эту игру на ПК. И это очень классная игра, где мы управляем за клона. То есть у нас там есть специальный отряд из четырех бойцов, где мы управляем командиром. Соответственно, можем отдавать приказания другим клонам. Это Шутан. Это очень классная игра. Я, кстати, не знал, что она есть на Switch, пока мне Владимир не написал. Но, блин, это прям очень годно. Причем у нас это игра от Limited Run. Так, если это Limited Run, то эта штука очень дорогая, потому что Limited Run выпускает старые игры на Nintendo Switch. Да, и, по-моему, не только на Nintendo Switch, также на PlayStation. Возможно, и на Xbox. Во всяком случае, на Xbox я, по-моему, не видел. Но, скорее всего, есть. И так как это, типа, переиздание, то там внутри, возможно, всякое вкуснятино будет. Открываем. Ну, уже не белая обложка, что меня радует, потому что сейчас пошла тенденция в дешевлении, и не кладут ни мануалы, и даже обложка внутри идет белая. А тут есть красивый артик, что уже хорошо. Так, арт. Тут у нас 4 клона сражаются с драйдекой. Так, и есть, кстати, такой внушительный мануальчик. Внушительный в плане толщины. У нем сколько? 20 страниц. Но, к сожалению, мануальчик черно-белый. Но он хотя бы есть. И это уже хорошо. Ну и, соответственно, сам картридж. Блин, вот это очень круто. Я уже не знаю, какая это игра у меня будет по счету на Nintendo Switch в коллекции. Но, блин, я предлагаю эту игру, короче, вот я сейчас прохожу на стримах первую Байонету. Я предлагаю после того, как я пройду первую Байонету, именно поиграть в Star Wars Republic команда на Nintendo Switch на стримах. Я думаю, и Владимиру, так сказать, понравится то, что его игра лежит не без дела. Да и я, кстати, именно в эту игру играл в детстве всего лишь два раза. То есть прошло, по сути, ну лет 15, как я в эту игру играл, а то, может, еще и больше. Соответственно, я бы с удовольствием освежил воспоминания об этой игре в своей памяти. Владимир, спасибо тебе за такой подгончик. Она прям занимает достойное место на моей полочке в коллекции. Кстати, как вы можете увидеть, у меня две стопки картриджей на Nintendo Switch уже полностью заняли все пространство. Придется теперь создавать третью стопку кариков на Nintendo Switch. Так, а теперь посмотрим на вот такую огромную коробку, тоже от Владимира, но это уже упаковывал лично он сам. Так, распаковка. Внутри пакета коробка. Увесистая коробочка, там явно что-то. Вот, кстати, что внутри этой коробки, я не знаю, потому что в Star Wars Republic команда мне Владимир сказал, что он выиграл для меня на аукционе эту игру, то в этой коробке он сказал, что здесь, так сказать, запчасти. То есть у него в коллекции есть там, типа, боксы для PS2, PS3, я даже особо уже не помню. Сейчас наговорю чушь, а там этого не окажется внутри. Но я помню, что мне Владимир писал, что у него есть якобы боксы, типа там, с обложкой, с мануалами, но без дисков якобы. Может быть, где-то я диск найду и, типа, создам полный комплект. По-моему, он говорил, что там мне заслал еще, соответственно, каких-то игр, возможно. Возможно, я, конечно, сейчас ошибаюсь, это мои фантазии, мне, так сказать, говорят о том, что там есть игры, хотя их, возможно, там и нет. Ну и, соответственно, по-моему, мне еще Владимир писал, что здесь есть какие-то комиксы, но я даже не знаю комиксы по от кого Marvel DC и по каким вообще вселенным. Поэтому тем будет более интересно изучать эту посылку. Так, давайте начнем с вот этого свертка. Тут все завернуто в свертки, поэтому я, так сказать, ничего не вижу и ничего не понимаю, что внутри этих свертков. Ну вот первый сверток, я вижу здесь синяя коробка, просвечивается через пупырку. А раз есть синяя коробка, это значит что? Что, скорее всего, это игра на PlayStation 4, которой у меня в коллекции нет. Владимир хочет, наверное, повторить ситуацию с диском для PlayStation 3. Когда у меня не было PlayStation 3, за полтора года до появления приставки в коллекции, мне Владимир подарил диск с Twisted Metal на приставку PlayStation 3. Потому что на каком-то одном из стримов я ляпнул, что Twisted Metal это одна из моих любимых серий игр для первой PlayStation из детства. И Владимир сделал мне такой подгон. То есть у меня сначала появилась первая игра в коллекции, а потом через полтора года у меня только появилась сама приставка PlayStation 3. Так это... Владимир хочет, наверное, повторить этот, так сказать, случай. Соответственно, через полтора года у меня должна появиться сама приставка. Вижу, диск для PlayStation 2. Да, мне, кстати, Владимир писал про это. Диск с игрой Killzone для PlayStation 2. Причем это именно платина издания. И без мануала. Я Владимиру говорил, что можно мне не присылать Killzone. Почему? Потому что... В моей коллекции уже есть игра Killzone. Причем она есть у меня в полном комплекте с мануалом. Ну, Владимир сказал, что, типа, может быть, там коробка пригодится. Может, там, типа, среди подписчиков разыграю. Короче, типа, что хочешь, то и делай с ней. Что я думаю сделать? Так как у меня есть оригинальный мануал, я вот думаю отсканировать оригинальный мануал, распечатать... У меня есть именно бумага для мануалов, для обложек, двухсторонняя, тонкая, глянцевая. То есть распечатать сюда мануал, сделать копию с оригинала. Вот. И, возможно, мы этот диск разыграем на канале. Пишите в комментариях, вообще, интересно бы вам было именно розыгрыш вот таких вот игр, там, старых, лицензионных, типа на PlayStation 2 или еще что-то. Вообще, мои подписчики собирают старые игры или нет. Потому что, ну, не хотелось бы просто, чтобы игра попала в кому-то руки, кому она была бы не нужна. Вот. А именно среди людей, кто тоже коллекционирует или играет. Вот. Чтобы она, так сказать, стала замечательным пополнением коллекции чьей-то. Напишите в комментариях, интересно вам было бы получить такую игру или нет в коллекцию. PlayStation 4. Ох, я чувствую, там диск по коробке болтается весь. Да. Диск весь прям по коробке болтается. Ох, а игра-то какая зацарапанная. Ну, мне, да, Владимир про это говорил, что он выиграл себе, типа, не выиграл, а купил Injustice в хорошем состоянии. А вот этот Injustice второй на PlayStation 4, типа, в плохом состоянии, короче. Ну, здесь видно, да, и сама коробка такая потертая жизнью, и обложка тоже местами потертая. Ну, вот что с диском, конечно, произошло, это самое обидное. Причем я не понимаю, а он будет-то работать диск или нет? Потому что он же насквозь просвечивается. В итоге, сейчас покажу на камеру, но диск реально просвечивается насквозь. Я не знаю, это нормально или нет, когда слой с картинкой полностью стерт с диска, он именно, как будто его царапали ногтями. Но я не знаю, PlayStation 4 у меня в коллекции нет, поэтому работоспособность проверить диска я никак не могу, может быть, он вообще и не работает. Хотя Владимир, по-моему, писал, что работает. Он же двухслойный должен быть, соответственно, слой с данными находится между двумя этими слоями пластиковыми. Соответственно, если верхнее покрытие царапается, то это никак не должно повлиять. Injustice 2, кстати, я люблю серию этих файтингов, поэтому это круто, спасибо. Но там в коробке еще очень много-много, поэтому не будем задерживаться. Так, пупырка. Вот у нас какой-то сверток. И тут снова куча-куча каких-то игр. Но, судя по размеру, это, наверное, больше на PSP. PSP я свою полностью починил. Играю, конечно, на ней мало. И на ней всего лишь только одну игру за лето прошел. Сейчас пытаюсь играть в GTA Vice City Stories на ней активно. Но, и то получается крайне редко. Но потихонечку прохожу. Вот. Хочу безумно себе PSP 2000 или 3000 купить, для того, чтобы можно было ее подсоединять к телевизору и, возможно, стримить даже с PSP. Так, здесь у нас аж 5 дисочков. 5 дисочков и все на PSP походу. Это круто. А может, и не только на PSP. Не, по-моему, на PSP все. Так, первая игра. Tekken Dark Resurrection. Я, кстати, даже не знаю, что это за игра. А, это чисто коробка. То есть, самого UMD диска внутри нет. Это коробка. Но прикольно. Как минимум, коробки могут пригодиться. А может быть, реально, когда-нибудь UMD диск. Надыбую. Что у нас идет дальше? God of War Chains of Olympus. Ого. Ну да, тут все запчасти, как Владимир и писал. Потому что коробка God of War Chains of Olympus. Мануал, причем, от этой игры. А вот сам, так сказать, UMD диск. Причем в крайне плачевном состоянии. Придется покупать корпус самого UMD диска. Так. А вот, короче, игра это... Наруто Ultimate Ninja Heroes. Не знаю, кстати, что это за игра. Но будет интересно посмотреть. Так. Есть еще одна новая игра. Которую, кстати, скорее всего, мы тоже будем разыгрывать на канале. Это уже, кстати, God of War Призрак Спарты. Причем полный комплект. Мануал и UMD диск. Все полностью в сборе. Но почему мы это будем разыгрывать на канале? Потому что такой же самый диск у меня уже в коллекции есть. Соответственно, дубликаты собирать смысла не вижу. Поэтому одну из игр разыграем на канале обязательно. Возможно, вместе с Killzone. Когда-нибудь. Ух ты. Я надеюсь, что сейчас есть диск внутри. Вот тут я надеюсь, что диск внутри есть. Что это не просто пустая коробка. Хотя нет, пустая. Да, пустая. Но, блин, так круто. Mega Man Powered Up. Вот такая вот коробочка. Ну, на запчасти пойдет. И Medal of Honor Heroes 2. Но тут, судя по весу, нет. Тоже нету UMD диска. Соответственно, мануал в комплекте. Вот там, где, кстати, коробки с мануалами, здесь 100% надо именно находить UMD диски. Потому что UMD диски, по-моему, по отдельности стоят недорого. А именно, купив сам UMD диск, соответственно, можно установить полностью комплект. И последний, третий сверточек. И третий сверточек, кстати, тут у нас... Я через обложку вижу три комикс... А, нет, это два комикса. Один капец какой здоровый оказывается. Круто, круто. Интересно, что за комиксы. Владимир говорил, что... А я же прошел The Last of Us на стримах на PlayStation 3. И, соответственно, комикс от создателей серии Uncharted. Американские мечты. Причем силдовый комикс в пленке. То есть, это было, так понимаю, куплено специально для меня. Отдельное спасибо, Владимир. Давайте сразу его распакуем. Вот это прям классно. У меня, кстати, таких комиксов еще никогда не было. Потому что все комиксы, которые в моей коллекции есть, они такие, типа, супер популяризированные. Это вот стопка комиксов по Звездным Войнам, стопка комиксов по Бэтмену. И отдельные какие-то силды есть, посвященные либо Черепаховым Ниндзя, либо Людям Икс, либо Человеку-пауку. Вот там Дэдпул, он там, короче, мелочевка. И сольнички, и даже тонкие в основном. А вот таких комиксов у меня еще не было. Прям классно. Блин, прям новенький, хрустит. Люблю, когда новые книги, вот когда вы их открываете, они прям хрустят. Я прям сегодня с удовольствием прочитаю, потому что я уверен, что в этом комиксе есть какие-то факты, которых не было показано в игре в дополнении. А может быть, кстати, весь сюжет состоит из чего-то абсолютно другого. Потому что... Я так пытался по последним страницам полистать. Да, они здесь прощаются. Увидимся завтра. Это значит предыстория того, что было в DLC. Этого не было в игре. Тем более, этот комикс становится еще более ценным, потому что он расширяет лор самой вселенной The Last of Us. Блин, спасибо, Владимир. Это очень круто. Ну и вот еще один силдовый комикс. Уже, кстати, по Бэтмену. Инжастис. Тут как раз уже пленочка немного надорвана. Можно легко распаковать. Вот такой огромный том. Инжастис. И это прям займет достойное место на моей полочке с Бэтменом. Потому что все, что DC-шное... У меня вот именно, да, DC- это прям must-have. Я вообще обожаю эту вселенную. А Инжастис, кстати, я никогда не читал. Поэтому я с удовольствием прочитаю этот комикс. Прям отдельное спасибо, Владимир. Это прям must-have, must-have. Вы знаете эту игру, но вы не знаете все истории. Откройте для себя истории мега-популярного файтинга от создателей Mortal Kombat. Огромный респект за вот такие два комикса в моей коллекции. Вот таким получился этот ролик. Сделал его максимально быстрым, чтобы просто напомнить о том, что канал жив. Ну и, соответственно, не забываем подписываться на Яндекс.Дзен, потому что я там делаю посты. Которых я не могу сделать на Ютубе, потому что на Ютубе банально картинки не появляются в постах. Ну, либо, если не хотите подписываться на Яндекс.Дзен, чтобы не потеряться, также есть группа ВКонтакте. Вот. И если понравился этот ролик, и где бы его вы не смотрели, в ВК на Яндекс.Дзене, либо на Ютубе, не забываем ставить свои большие пальцы вверх. Подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые. И до новых встреч. Всем пока.